Поговорим о жизни и наших чувствах словами поэта Евгения Евтушенко. Сегодня вы услышите пять стихов. Первый стих о том, что не надо отмерять себе года. Живите и не думайте о своем возрасте. Услышим стих о том, что людей неинтересных в мире нет. Каждый в этом мире индивидуален и по-своему интересен. Услышим молитву, написанную Евгением Евтушенко. Услышим Сережку Ольхову, но только не в привычном ее исполнении. Мы ведь привыкли слушать песню, но поверьте, стихом это произведение воспринимается совершенно по-другому. А еще вы услышите про память. Хотите, значит, такой третий память? Наслушайте до конца. В завершении вы услышите несколько цитат поэта Евгения Евтушенко. Нет лет. Вот что кузнечики стрекочут нам в ответ. На наши страхи постарения. И пьют рассуды иступления. Вися на стебельках на весу, с алмазинками на носу. И каждый крохотный, зелененький поэт. Нет лет. Вот что звенит, как будто пригоршня монет. В карманах космоса дырявом корсть монет. Вот что гремят не унывая все недобитые трамваи. Вот что ребячий прутик пишет на песке. Вот что, как синяя пружиночка. Чуть-чуть настукивает жилочка у засыпающей любимой на виске. Нет лет. Мы все, впадая из дуру статность, себе придумываем старость. Но что за жизнь, как-то она самозапрет. Копти любого старика и в нем найдешь озорняка. А женщины не молодые. Все это девочки седые. Их седина чиста, как яблоневый цвет. Нет лет. Есть только чудные и страшные мгновения. Не надо нас делить на поколения. Все поколениность. Вот гения в секрет. Уронен Пушкиным дуэльный пистолет. А дым издуло. Смерть не выдуло. И Пушкина не выдала. Не разрешив не умереть. Не постареть. Нет лет. А как там быть? Не гениальным, но все-таки многострадальным. Чтоб и шкафы не одет. С угрюмым грохотом овальным. Грозя скалам тривиальным. Не выпал собственный скелет. Любить. Быть вечным во мгновении. Все те, кто любят. Это гении. Нет лет. Для всех Ромео и Джульет в любви полмига. Полстолетия. Полюбите. Не постареете. Вот всех зелененьких кузнечиков совет. Есть весть. И неплохая. А благая. Что существует жизнь другая. Но я смеюсь. Предполагаю, что сотни жизней не в другой. А в этой есть. И можно сотни раз отсвесть. И вновь расцвесть. Нет лет. Не сплю. Хотя давно погас в квартире свет. И лишь поскрипывает дряхлый тапурет. Нет лет. Нет лет. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое. И нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг. Есть в мире этом самый страшный час. Но это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег. И первый поцелуй. И первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты. Да, многому остаться суждено. Но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных. А что мы знали в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем о единственной своей? И про отца родного своего? Мы знаем все. Не знаем ничего. Уходят люди, их не возродить. Их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Унижением и страхом заставляют быть нас прахом. Гасят в душах Божий свет. Если гордость мы забудем, мы лишь серой пылью будем под колесами карет. Можно бросить в клетку тело, чтобы оно не улетело высоко за облака. А душа сквозь клетку к Богу все равно найдет дорогу, как пушиночка, легка. Жизнь и смерть – две главных вещи. Кто там зря на смерть склевещен? И часто жизнь и смерть нежней. Научи меня, Всевышний. Если смерть войдет неслышно, улыбнуться тихо ей. Помоги Господь все перебороть. Звезд не прячь в окошке. Подари Господь хлебушка ломоть. Голубям на крошке. Тело зябнет и болеет. На кострах горит и тлеет. И сливает среди тьмы. А душа все не сдается. После смерти остается что-то большее, чем мы. Остаемся мы по крохам. Кто-то книгой. Кто-то вздохом. Кто-то песней. Кто-то детем. Но и в этих крошках даже, где-то будущего дальше, умирая, мы живем. Что, душа, ты скажешь Богу? С чем придешь к Его порогу? В рай пошлет Он? Или в ад? Все мы в чем-то виноваты. Но боится тот расплаты. Кто всех меньше виноват. Помоги, Господь. Все перебороть. Звезд не прячь в окошке. Подари, Господь. Хлебушка ломоть. Голубям на крохе. Уронит ли ветер в ладони серюшку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь, как наняты жизнь истолковую. И вновь прихожу к невозможности истолковать. Себя не звести до пылиночки звездной туманности. Конечно, старо, но подельных величий умней и нет унижения в осознанной собственной малости, величия жизни и печально осознанной дней. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества. Тот станет другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Яснеет душа переменами неозлобимая. Друзей непонявших и даже предавших прости. Прости и пойми, если даже разлюбит любимая. Сережка ольховая, с ладони ее отпусти. И необъяснимая, это совсем не бессмыслица. Все переоценки немало смущать не должны. Ведь в жизни цена не понизится и не повысится. Цена неизмена тому, чему нету цены. С чего это я? Да с того, что одна бестолковая кукушка-балтушка мне толкую жизнь выражит. С чего это я? Да с того, что сережка ольховая лежит на ладони, Словно живая, дрожит. У всех такой бывает час, тоска лепучая пристанет. И догола разоблачаясь, вся жизнь бессмысленная предстанет. Подступит мертвый хлад к нутру. И чтоб себя переупрямить, как милосердную сестру зовем Почти бессильно память. Но у нас порой такая ночь. Такая в нас порой разруха, когда не могут нам помочь Ни память сердца, ни рассудка. Уходит блеск живой из глаз. Движение, речь, все помертвело. Но третья память есть у нас. И это память. Память тела. Пусть ноги вспомнят наяву и теплоту дорожной пыли, И холодящую траву, когда они босыми были. Пусть вспомнит бережно щенка, как утешала после драки Добро шершавость языка все понимающей собаки. Пусть виновата вспомнит лоб, Как на него благословляя лег поцелуй. Чуть слышно лег, всю нежность матери являя. Пусть вспомнят пальцы хвою, рожь и дождь. Почти неощутимый и дрожь воробушка, И дрожь по нервной холке лошадиной. И жизни скажешь ты, прости, я обвинял тебя вслепую, Как тяжкий грех мне отпусти мою озлобленность тупую. И если надо бы наплатить за то, что этот мир прекрасен, Ценой жестокой, так и быть, на эту плату я согласен, Но и приватности в судьбе, и наша каждая утрата, Жизнь, за прекрасное в тебе такая ли большая плата. Цитата Евгения Тушенко «Время – это танцист, Вырывающий нас и из нас без анестезии. Иногда о важных вещах лучше говорить с незнакомыми людьми, С теми, кого ты больше никогда не увидишь. То, что рыба гниет с головы – оправдание хвоста. А быть всегда чуть-чуть ребенком, Есть высшая на свете взрослость. Спасибо всем, кто чувствует любую боль на земле, как свою. В будущем стихами и цитатами великих людей Мы будем говорить о достоинстве, Счастье, успехе и о многом-многом другом. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова